Я хочу спросить, у меня два вопроса. Ну, один касается, ну, его мужа, у него не младится с работой, но у него много проблем. И вот я хотела спросить, когда у него что-то делать? Ему надо заниматься спортом. Спортом? Да. Ну да. Все проблемы у него со здоровьем сейчас, и с работой. И с работой, и с... Ему не хватает силы работать. Не хватает силы работать. Он раздражительным там на работе становится, из-за слабости. Сейчас вы его видели, наверное, в Екатеринбурге. Я не могу так определить, видел я его или нет. Я вижу тысячи людей за месяц. Да, я не могу. Вот. Я просто вижу на тонком плане человека. Он очень чувствительный и раздражительный из-за того, что он недостаточно уделяет времени своему здоровью. Часто люди думают, что они чувствительны, раздражительны просто из-за характера. Это неправильное мышление. Часто чувствительный и раздражительный человек, потому что ему не хватает сил. Вот ребенок, допустим, капризничает. Мы знаем почему. Потому что ему что-то не хватает. Но мы точно так же капризничаем, потому что нам что-то не хватает. Надо так мыслить. Не надо отсылаться на свой характер. Если я, допустим, сегодня йогой позанимался, помолился, у меня характер стал хорошим. Почему? Потому что я наполнился силой от этого. Точно так же и ваш муж должен делать, но он не тратит сил на свое здоровье. Из-за этого у него проблемы с работой. Да, у него очень люблю курить вредные привычки. Это результат перегрузки тоже. Люди курят мужчины, потому что они перегружены. Но у него будет... А это неправильный вопрос. Будет или не будет, зависит от человека. Если он будет вести жить правильно, все у него будет. Не будет жить правильно, не будет. Часто люди приходят ко мне как к доброму волшебнику. Особенно здесь. Ну, то есть, если Олег Геннадьевич сказал, что будет, значит, все будет. Ну, как бы, Олег Геннадьевич, это не добрый волшебник. Я просто вас обучаю, как правильно жить. То есть, надо научиться жить правильно, и тогда все будет. Так надо воспринимать жизнь. Я сам так живу, то же самое, точно так же. Спасибо.